Мы видим эти разрушения, зафиксированы, да, и сейчас приходит их устранение. За ходом работ можно следить практически в режиме онлайн. Обнаруженную яму на дороге фотографируют. Изображения с точными координатами загружают в специальное приложение. Так задача поступает к подрядчику. Мы открываем им задание у себя в офисе через компьютер. У них появляется задание в мобильном приложении. Если хотите, можем дойти тоже показать, допустим, как это делается. С самого начала как это строится? Да. Ямы попадают в мобильное приложение. Подрядчик берет ее в работу, устраняет дефекты и будет сейчас провести фиксацию уже выполненных работ. В Горках-вторых уже начался ямочный ремонт дорог. Ход работ проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Не остался без внимания и еще один актуальный вопрос – вывоз мусора. Впрочем, у местных жителей жалоб на рекоператора нет. От частных домов отходы вывозят в индивидуальном порядке, от многоквартирных по графику. Если несущественные сбои в работе рекоператора и происходят, то по независящим от него причинам. В связи с тем, что Успенское шоссе имеет своеобразный режим движения, периодически, конечно, происходят сбои, но за последний год критичных не было. Наталья Михайловна подтвердит, нас в Доброделе нигде площадка ни разу не фонила. Зато жалобы поступают на район моста рядом с Лайково. Проезжая мимо, автомобилисты выбрасывают здесь мусор, образуются навалы. Контейнерную площадку поставить нельзя. Это санитарная зона ручья. Единственный выход – регулярные рейды и штрафы для нарушителей. Тут только очный выезд сотрудников. Мы на следующей неделе запланировали привлечение сотрудников Успенского отдела полиции. У нас тоже есть сложившаяся практика. Как правило, если происходит эта акция, сарафанное радио работает. Месяц – все спокойно. Проблемные вопросы горского поселения были подняты и на еженедельном совещании главы округа, которое прошло в местной администрации. Так жители попросили реконструировать памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Лайково. Проект реконструкции уже согласован с активистами. Представленные материалы направлены в Одинцовское отделение партии «Единая Россия» для рассмотрения в рамках реализации проекта «Историческая память». Евгения Августина, телекомпания Одинцова.